Лето, пора отпусков. Многие жители Чебоксар уезжают на отдых в другие города и страны, но есть и те, кто остаются в столице, где как можно отдохнуть и создать себе хорошее настроение, не выезжая за пределы Чебоксар, узнаем вместе. В этом году летний городской отдых как никогда разнообразен. При планировании досуга горожан столичная администрация ушла по требности всех групп населения. Каждый чебоксарец может найти занятие по душе. Мы стремимся к тому, чтобы в городе Чебоксары люди не только работали, учились, строили. Это действительно должен быть город, где интересно нашим детям, чтобы у них не появлялось желание уехать из нашего города. Чем больше идей рождается, чем больше ярких проектов в нашем городе, тем мы интереснее на карте мира, на карте страны, но и нам интереснее жить в нашем с вами городе Чебоксары. Одним из таких проектов стал левобережный пляж Чебоксар, который работает под лозунгом «Сами мы Дубаем». В этом году пляж полностью обновили. Увидеть изменения можно, даже не ступив на берег. Уже с воды видно, насколько большая была проделана работа. Новые удобные лежаки, грибки, комнаты для переодевания и даже душевые – все сделано в единой концепции. Не забыли и об автолюбителях. Удобный подъезд и парковка ждет тех, кто решил приехать в местные Дубаи на машинах. Я приехал из Екатеринбурга, у нас много пляжей, у нас озера большие. Я в том году здесь отдыхал, здесь все изменилось в лучшую сторону. Пляж стал замечательный, более ухоженный. Здесь и для детей имеется все, и для взрослых. Молодцы! Обновленный пляж отвечает всем требованиям безопасности. Есть два спасательных пункта, один из них в непосредственной близости с водой, и пункт медицинской помощи. Песок и вода постоянно очищаются. Для любителей активного отдыха сделали две волейбольные и одну футбольную площадки. На воде в ожидании людей выстроились катамараны и лодки. А для тех, кому не хватает экстрима – катание на банане. На пляже постоянно работают 8 человек. Это и спасатели, и инструкторы. Для детей развлечения тоже продумали. Можно поиграть в детском городке и прокатиться с водяной горки. Мы стремились сделать так, чтобы учесть все интересы горожан, которые сюда приезжают. Это и комфортные лежаки, которые есть. Это инфраструктура пляжа, которая есть, которая позволяет не просто приехать и поваляться на песке, но и принять участие в определенных активных спортивных играх. Мы надеемся на то, что горожане, которые сюда приезжают, они не останутся равнодушными и примут участие во всех мероприятиях, которые мы проводим на этом пляже. В Заволжье стоит ехать не только ради того, чтобы понежиться на песке. В этом году любители активного отдыха ждет немало сюрпризов. Организован прокат велосипедов, есть маршруты выходного дня. Вместе с инструктором можно прогуляться по Заволжским лесам, получить навыки спортивного туризма. Обновленная база отдыха готова принять отдыхающих. В последние годы перешли к действиям по отношению Заволжья очень много делается. Зимний отдых в прошлом году мы, наверное, в курсе, открывали снегоходную трассу, которая была очень популярна. В этом году мы благоустроили, скажем, прибрежную зону. Прекрасно понимаем, что в летние, жаркие дни, да и в зимние выходные людям все-таки охота выбраться из города и просто отдохнуть комфортно. И нам очень приятно, что они остаются у нас в республике, в частности, в Заволжье, отдыхают у нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При проектировании нового маршрута столичная администрация учла предложение Федерации велоспорта и простых горожан. Велодорожка предусматривает как односторонние, так и двусторонние движения. Для удобства передвижения положили специальное покрытие, нанесли разметку. В местах пересечения тротуаров и проезжей части установили пониженный бордюр. Эмоции отличные, хороший асфальт, ровный асфальт, грамотно построено очень, то есть есть направление движения, все очень хорошо. Пешеходов от велосипедиста отделять, потому что одно трассное средство мешает другим, поэтому не пересекаются между собой, им уже, я думаю, приятно. А нам скорость не теряем, опять-таки, травмы, опять-таки, какие-то избегаются определенные. Велодорожка хорошая, плоская, и можно любоваться пейзажем. Повсеместно открыли муниципальные пункты проката велосипедов. Пока их всего два, и оба они находятся на заливе рядом с маршрутом дорожки. Выбор железных коней велик, прокатиться смогут как и малыши, так и взрослые. Как отмечают в Управлении физкультуры и спорта, со временем пунктов велопроката станет больше. На дно велодорожки администрация Чебоксар останавливаться не собирается. В планах создать целую велодорожную сеть. Наряду с муниципальными велопрокатами в городе есть и частные. Видно, что горожане стремятся к тому, чтобы вести здоровый образ жизни. И это можно судить и по продаже велосипеда, и по количеству велосипедистов, которые сейчас на улице. И эта дорожка, которая у нас сделана, она уже востребована, и люди уже ездят. Может быть, у кого-то имеются замечания. Мы старались учесть все. Но думаю, что горожане все равно останутся довольны. Увидеть праздник, не выходя из дома, это стало возможным благодаря городской акции «Встречаем лето вместе». Во всех дворах Чебоксара проходят праздничные программы с участием творческих коллективов. Яркий и красочный праздник увидели все жители домов по улице Ашмарина в Чебоксарах. Шуточные состязания, прыжки на батуте, специальная детская программа. Учли интересы каждого. В течение двух с лишним часов на дворовой площадке царил настоящий летний бум. Ой, очень даже хорошо. Почаще бы так. Мы южанские очень любим, когда праздник устраиваете. Надо, надо, обязательно. И почаще. Ну так интереснее зато. И народ собирается, и сближается как-то лучше. Тут все отлично, все понравилось. Концерт идет хорошо, интересно. Вообще настроение тоже хорошее, отлично. С друзьями общаемся больше, новые знакомства иногда находим. Глава города Леонид Черкесов вручил супругам Калининым медаль за любовь и верность. Они живут в браке уже более 50 лет. Акция «Встречаем лето вместе» с успехом идет во многих микрорайонах столицы. Такую акцию, я думаю, что для жителей она должна быть интересной и полезной, но и для администрации. Это контакт с жителями как раз. Концертные программы во дворах. И здесь мы встречаемся с жителями. Вот видите, очень много вопросов они задают. Выслушиваем. И вот взаимный такой обмен. Научиться танцевать в Чебоксарах теперь тоже не проблема. Не нужно записываться ни в какие танцевальные студии. Каждую неделю лучшие танцоры и хореографы Чуваши готовы поделиться своим мастерством с жителями Чебоксар прямо под открытым небом. Горожане всех возрастов разучивают основные движения «Боги-воги», «Аргентинского танго» и другие танцы. Люди смотрят и интересуются нашими танцами. Заинтересованные люди подходят и спрашивают. Мы им помогаем начинать танцевать наши танцы. Это интересно. Это не только просто обучение, это ведь общение с людьми. Фестиваль «Танцующий город» уже несколько лет с успехом идет в столице. Он объединяет в себе самые разные танцевальные направления. Свои танцевальные навыки чебоксарцы смогут оттачивать в течение всего лета. Занятия проходят каждые выходные, а иногда и в будни. Основная идея «Танцующего города» заключалась в том, чтобы популяризовать социальные танцы в чебоксарах. Социальные танцы отличаются от других танцев тем, что вам не нужно тратить много времени на то, чтобы научиться их танцевать. Основная философия социальных танцев – это общение. То есть люди не просто получают какой-то навык, как в спорте. Они должны общаться и взаимодействовать друг с другом, и постоянно меняться партнерами. Только в этом случае социальные танцы развиваются. Идей по организации городского отдыха ежегодно становится все больше. Сами жители чебоксара предлагают постоянно что-то новое и интересное. Из таких задумок и рождаются проекты, которые живут уже много лет и приносят удовольствие всем чебоксарцам. Задачи на этот год столичная администрация поставила себе непростые. На их реализацию понадобилось немало средств. Из бюджета и не только. Но можно с уверенностью сказать, что горожане, проводящие лето в Чебоксарах, нисколько об этом не жалеют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова